Азербайджан и Узбекистан работают над подготовкой перспективных проектов в нефтегазовом секторе в сфере транспорта и логистики. Об этом говорилось на прошедшей вчера встрече президента Шавката Мерзиоева с министром экономики, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии Михаилом Джабаровым. В ходе встречи на высоком уровне был высоко оценен прогресс в реализации проектов в кооперации в автомобилестроении текстильной отрасли и шелководстве, сообщает официальный сайт президента Узбекистана. По словам Шавката Мерзиоева, важное расширение портфеля практического сотрудничества с Азербайджаном сообщается, что была рассмотрена реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отметим, что речь зашла и о подписании соглашения о создании совместного инвестиционного фонда. На начальном этапе его капитал составит 500 миллионов долларов, сообщил Михаил Джабаров в интервью местным СМИ. Доступ к ресурсам, предназначенным для развития коммерческих идей, будут иметь предприниматели обеих стран. На встрече особо было отмечено вопрос инвестиционного сотрудничества между Азербайджанской республикой и Узбекистаном. Находится в центре внимания глав нашего государства. И описание соглашения о создании инвестиционного фонда. Его первоначальный капитал определен в размере 500 миллионов долларов. И предполагается, что предприниматели из обоих стран будут иметь возможность привлекать этот фонд как источник финансирования для реализации своих проектов. Рост товарооборота, который превысил 50% в 2022 году по сравнению с 2021. Практически трехкратное увеличение объема транспортных грузов, товаров, производимых в Узбекистане и перевозящихся через транспортную систему в железные дороги Азербайджанской республики. В целом по среднему коридору мы продолжаем и будем продолжать применять специальные льготные тарифы для морских перевозок. Азербайджанская делегация находится в Ташкенте для участия в первом заседании совместного узбекско-азербайджанского межрегионального форума. Кроме того, запланировано третье заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, а также двусторонней встречи предпринимателей. Сегодня представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии обсудят технико-экономическое обоснование проекта подводного кабеля для транспортировки зеленой энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря. В Индии открывается первая встреча министров финансов и управляющих центральными банками «Большой двадцатки», а в Японии запланирован онлайн-саммит «Большой семерки». Из основных новостей для фондовых и валютных рынков отметим публикацию данных по ВВП и потребительскому климату Германии. Также сегодня огласят ВВП и индекс доверия потребителей во Франции, данные по производственному сектору Испании. В Великобритании выходит индекс уверенности потребителей, который немного упал в прошлом месяце, и огласят отчет Комитета по денежной политике Банка Англии. В США планируется опубликовать данные по рынку жилья, доходам и расходам населения, статистику работы буровых установок. Традиционно в пятницу выходят цифры спекулятивных позиций по ведущим мировым валютам, рынкам продовольствия, сырья и металлов. А Мичиганский университет выпустит индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на пять лет вперед. Азербайджан и Великобритания упрощают проведение транспортных операций, в том числе транзитных грузоперевозок. Два государства накануне заключили соглашение о международных автомобильных перевозках. Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев с заместителем министра иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии, госминистром по делам Европы Лео Дакерти. Соглашение создаст благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров, о чем сообщили в министерстве. Также договоренность между двумя странами обещает поддержать рост взаимной торговли. Аналогичные межправительные соглашения Азербайджан заключил уже с 26 странами. Это делается в целях расширения торговых связей и развития международных автомобильных перевозок, пояснили министерстве цифрового развития и транспорта. Эти соглашения создают правовую основу для международных автомобильных перевозок. Подписанное соглашение предусматривает принятие определенных мер, совместных мер, по упрощению транспортных операций между Азербайджаном и Великобританией. Также включается сюда и транзит через территорию двух государств в третьи страны или из них. Для этого мы планируем создать совместный комитет с участием представителей компетентных органов сторон. И этот совместный комитет будет иметь право определять квоту бланков разрешений на выполнение перевозок. И это очень важный момент, потому что до сих пор между Азербайджаном и Великобританией не было обмена бланками разрешений, а перевозки осуществлялись на основе ежегодных разрешений Международного транспортного форума. Что само по себе могло, конечно, вызвать определенный дефицит. Теперь же никаких проблем с этим не будет. И мы надеемся, что соглашение создаст благоприятные условия для роста грузопотока между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Накануне посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Уолт в соцсети высоко отметили роль Баку в инициировании проекта «Средний коридор». Кроме того, на встрече в Министерстве цифрового развития транспорта были обсуждены важные вопросы как для региона, так и для Европы, говорится в сообщении дипломата. К другим темам. Азербайджанская легкая нефть минувшим днем подорожала на 0,7%. По последним данным, стоимость барля Азерилайт составила почти 83 доллара, прибавив за сутки 55 центов. Текущая цена более чем в полтора раза превышает бюджетные параметры, которые определены на уровне 50 долларов. Таким образом, азербайджанское черное золото переломило непродолжительную тенденцию удешевления, которая была связана с падением цен на нефть на глобальном рынке. Аналогичные процессы наблюдаются и на ведущих мировых биржах, где нефть дорожает более чем на 0,8%. Так, на лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса также приблизилась к 83 долларам за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже баррель американской легкой нефти WTI с поставками в апреле продается более чем по 76 долларов. И в завершение. Турция борется с инфляцией не ростом процентных ставок, а их снижением. Центральный банк Турции в очередной раз понизил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Правительство Турции борется с инфляцией не за счет ограничений потребительской активности населения и экономической активности бизнеса. По мнению экспертов, Анкара сейчас принимает меры для расширения объема предложения товаров и услуг национального производства. Накануне Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение о снижении учетной ставки на 50 базисных пунктов. Ключевой инструмент монетарной политики страны понизился с 9 до 8,5 процентов годовых. В сообщении Турецкого Центробанка указывается на относительно стабильные прогнозы по экономике страны. Последствия землетрясения повлияют на экономическую активность в ближайшем будущем. Но мы не ожидаем слишком драматичного влияния на показатели турецкой экономики в среднесрочной перспективе. Последнее решение по учетной ставке было принято Центробанком Турции в ноябре 2022 года. Тогда ставка рефинансирования также была снижена, причем сразу на 150 базисных пунктов с 10,5 до 9 процентов годовых. Центральный банк стимулирует развитие национальной экономики, делая кредиты более доступными, более дешевыми. В сути, наводняя ликвидностью экономику Турции. Это один из методов так называемой новой экономической политики, которой придерживается власти Турции. Направленный, по их словам, в том числе и на укрепление национальной валюты. С начала 2022 года курс турецкой лиры по отношению к основным валютам снизился на четверть, на 25 процентов. Но в то же время такая политика не может не привести к тому, что экономика стимулируется достаточно дешевыми и комфортными деньгами. Согласно заявлению Турецкого Центробанка, инфляция в стране в международном масштабе продолжает оставаться высокой. В то же время ее последствия тщательно отслеживаются. Между тем, комплексная политика способствовала улучшениям в уровне и тенденции инфляции. А новые финансовые условия способствовали ускорению роста промышленного производства и увеличению занятости. Инфляция разгоняется в Турции так же, как и в основном в европейских странах. Поэтому всем денежным властям Турции, Центральному банку, правительству по главе с Эрдоганом надо быть более гибкими для того, чтобы выполнять по сути многие основных задач. И укреплять курс национальной валюты, и бороться с инфляцией, и стимулировать национальную экономику. Центральный банк Турции тщательно отслеживает влияние на инфляцию, дисбаланса спроса и предложения, вызванного землетрясением. Еще более важно, чтобы финансовые условия способствовали ускорению роста промышленного производства и увеличению занятости, говорится в документе Центробанка. Самир Ирзаева, CBC. Как я уже ранее отмечала, Германия ожидала выпуска публикации по ВВП, и так экономика оказалась хуже, чем ожидалась. И ВВП сократился на 0,4% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим значением минус 0,2%. Частое потребление упало на 1%, капитальные инвестиции на более чем 2,5%, а государственные расходы выросли на 0,6%. Между тем, экономисты прогнозируют, что один отрицательный квартал приведет к рецессии Германии. Эльнара, а это, в свою очередь, будет оказывать влияние на ЕЦП и на пару евро-доллар.